Тремор подписчикам и гостям я Джетли и сегодня я в очередной раз иду к врачу. Я думаю вам этих блогов после врача, до врача вообще просто-просто, ну, наплевать. Но я сейчас расскажу, какие таблетки мне выписали пока что, потому что у меня всё равно тремор, слышно даже, наверное, вот, и мне должны добавить ещё каких-то таблеток. Так, тут, короче, ни хрена видно, я сейчас подниму. В принципе, вкус голубь передола не кажется уже таким резким, как вкус этого лекситина. Зачем я это записываю сейчас? Я теряю память. Это неналичная ретроградная амнезия, она съедает, съедает меня, все мои работы и весь мой мозг. Вот. А почему я не плачу? Потому что я знала об этом диагнозе давно. Мне его просто в этом году второй раз поставили, после того, как я прекратила лечение. Ну и... Ммм? Я ж блохер. Мне немножко сейчас потряхивает, потому что я проснулась в 9. Кстати, вот после этих лекарств, я идеально ложишься в 9 и просыпаешься идеально в 8. Тебе вообще ничего не страшно, ну, как сказать, мне не страшно, а чувствуешь себя бодрым. Вот. Реально, все ништяк. Вот. Вот с того момента, как я подняла лекарство, это было, по-моему, 9, а сейчас у нас 10.52. Вот. Мне надо немножко подождать, пока у меня, скажем, мой фон настроения придет в норму. Потому что 20 минут назад я тут валялась и смеялась, и плакала, и все. И все бы ничего, но... Хм. Ну и, в общем, я сейчас пойду к врачу. И посмотрим, что он мне выпишет, скорректирует, или назначит. Вроде как, вроде как она говорила, что у нас продвижение в лечении болезни есть. И если мы загоним ее в ремиссию, то это будет очень хорошо, потому что в ремиссии, типа, мы сможем ее удерживать какое-то время. Но, может, какое-то время я не буду пить столько таблеток. Дайте внимание на то, что у меня нет шеи. Не за шеи, господи. Это звучало так, как будто мои уши обрезали. Но у меня есть еще одна новость от врача, что ли. Ну да, от врача. Так как сейчас время принимать таблетки, потому что у меня начинается тремор. Я их не принимаю до тремора. Думаю, вдруг пройдет. Короче, посмотрим, какой у нас тут рецептик. Мне заменили некоторые колечки. Сначала красные, красные такие трубочки. Ванильного цвета колеса. Это очень странно звучит, но я вам покажу. Так, флоксетин, две капсулы так. Окей. У меня вот такая штука, да? Вот такая вот. Очень удобная. Тут тоже открывается. Если много лекарств вам не надо пить, то в аптеке она продается. Вот, то есть сейчас. А, подожди. Не все трясется сейчас. Вообще ужас. Сейчас я пока их положу на компьютер. И... Ну, я просто люблю все сразу с таблицей голотать. Так, корректор на ночь только. Безак одну вторую. Безак это вот тут вот у меня. Если кто-то думает, что, блядь, это позерство, болит шизофрени, то хуй вам. Простите за мой французский. Потому что это нифига не круто. Вы видите, что сейчас со мной происходит. Безак. Корректор. Ага. Циклодол. Это корректор. Ой, сколько тут разных таблеток-то? Одну таблетку надо. Вот. Теперь. Дилосфера, или как она там называется. Короче, они могут быть разные. Могут быть вот такими. Сейчас покажу. А. Не знаю, видно, нет? Вот такими розовенькими могут быть ванильного цвета. Вот. Я не знаю, от чего меня больше убивало. Три дня подряд. Такие глюки я видела. Но я надеюсь, что от этого я не буду видеть глюков. Так, это что у нас? Это... Дилосфера. Одну вторую. Её надо... Сломать. Как сломали когда-то меня. Во всяком случае, можно попытаться разрезать таблетку ножницами. Но у меня их нет, ладно. Так, теперь самое интересное. Так. Взяла сферу. Да. Энзипан. На ночь. А пантагам? Подожди. Пантагам? Да тут должен быть. Пантагам. А его нет. А есть... Синие таблетки. И это называется... Цитикадор. Кси... Мушфил. Его тоже надо вечером принимать. Вот. Теперь вам покажу поближе, с чем я имею дело. Наверное, я сначала выпью таблетки. Потому что у меня тремор. Я боюсь что-нибудь это делать. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот таблеточки я пью утром. Так что в моей аптечке? Всё. Теперь в течение получаса у меня уберётся тремор. Если не уберётся, мне сказали, можно съесть целую бизака. Я так и сделаю. Потому что руки всё равно немножко трясутся. Но не так, чтобы прям очень. Как это было по утрам. Вот такая штучка, да? Тут был пантагам. Но пантагам мне не подошёл. Потому что у меня начинались галлюцинации. Они длились три дня. И все эти три дня было... Ой, жутко страшно. На улицу выходить. И вообще очень много всего. Это бизак. Бизак вам назначат по-любому, если у вас есть тремор. Это я не помню. Она надавала их дополняющими таблетками или как-то ещё. Короче, ну... Циклодол. Вот циклодола у меня полно. Ну, как вы видите. И зилоксера или кседа... Ну, не важно. В общем, она бывает ещё жёлтенькой такой. Ну, вот у меня на фотке в Инстаграме есть. Вот. И вот тут я не помню, как это называется лекарство. Но оно есть. Это великие синенькие таблеточки. От которых в начале дня, а в продолжении дня, в продолжении поседневности, у меня более-менее убираются некоторые моменты. И да, если вы слушаете всех комментаторов, которые говорят, что я пизжу, и я больна, типа, модной болезнью, «Ребята, обломитесь. У меня из-за этого академа отпуск. Второй. Потому что мне не могут настроить психику нужными препаратами. Каждые три дня я езжу к врачу, и она мне выписывает что-нибудь новенькое или что-то убирает. Я уже перестала к этому относиться, как к чему-то плохому. Люди с шизофренией живут. Это же не рак какой-нибудь, который вообще уже нельзя вылечить. Ты на последних моментах... И ты последние моменты человека, видишь? С этой болезнью, в принципе, легко жить, но закрываются некоторые вакансии для вас. И вот как-то нехорошо получается, да? Можно сходить к частнику, он не будет заводить вам справку. Следовательно, если вы будете устраиваться на работу, вам не нужна будет эта справка. То есть вы, типа, на таблетках, но, типа, здоровы. И я надеюсь, настанет этот день, когда мы, наконец, подберём и дозу таблеток, и какие таблетки мне надо пить. Потому что... Не очень я люблю таблетки, которые сопровождают галлюцинации, когда ты с человеком по скайпу разговариваешь. Это было, на самом деле, уже ужасно. Очень, очень ужасно. Итак, я вам, наверное, уже за это время успела надоесть. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставим лайк, обязательно нажимаем на колокольчик и пишем комментарий. Даже если вам не понравилось это видео, пишите комментарии, пишите. Пишите, что я ничем не болею. Это так горит в мою душу. Вот. И всем удачи, всем пока.